Письма В первом ролике Руди Габер показывает Джей Краудеру свою картинную галерею, называя её домашней охраной. Ты чё, дурак, что ли? Нет, ну защита и правда смотрится уверенно, так же как Габеровская на паркете. Толик, блядь, это подъезд. Мне кажется, что именно так и можно приходить к Габеру в гости, при учёте, что его охраняют его портреты. Возможно, причиной странного поведения Габера являются волчьи ягоды или другие вещества. Хочу ими наркотиками. Но после предложения Краудера об установке умного дома на свой смартфон, Руди просит оставить хотя бы бюст Ленина. В общем, землю крестьянам, а звание главного нарцисса, но не Пьера, забирает Руди Габер. Многие просили в комментариях добавить рекламу с Майклом Джорданом. И вот, специально для вас лучшая реклама с его воздушеством. Ладно, сори, сори. Но в этой неловкой паузе я попрошу вас поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь приятный комментарий. И скинуть этот ролик кому-нибудь из своих друзей или красивой подружки. Ну и в качестве извинений я покажу вам ещё один рекламный ролик с Майклом Джорданом. Это даже скорее не реклама, а социальная драма о том, как тяжело жить в этом мире обычному человеку с именем Майкл Джордан. Майкл Джордан, 8 о-клок. Так, всякие Мэдисон и бустеры, бегите в страхе, потому что Янис врывается в стримерскую тусовку. Ну как врывается? В общем, Грек в рекламе наушников хочет дать вам несколько полезных советов. Совет номер один. Не забывать про здоровый сон. Бруклин Этс, Милоки Бакс, в чёрном цветах у нас Бруклин, в белой форме. Милоки. Сейчас перепроверю. Вроде бы всё нормально. Совет номер два. Не забудьте проверить, работает ли ваш микрофон. Нак-нак. Ну и конечно же важно подобрать себе крутую банду из действительно талантливых стримеров, которые принесут тебе моментальную популярность. За пару минут до звонка баскетболист Мейерс Леонард оскорбительно высказался о евреях. Представитель команды быстро дозвонился до Мейерса и посоветовал закончить стрим. Ну и не можем обойтись без классики, без нашего любимого Бобана Марьяновича. В заключительном ролике на сегодня Бобан приоткрывает завесу тайны о том, какими талантами надо обладать, чтобы стать комментатором проекта All About NBA. Что если я хочу новую машину? State Farm здесь, чтобы помочь. А что если я хочу новую карьеру? Ладно, ладно, не так там было, но эта вставка очень напрашивалась, согласитесь. А что если я хочу новую карьеру? Он стучит мячом, он стучит им, он ведет его, он делает это снова, он стучит одним мячом вновь, он стучит им очень быстро, он стучит им снова, он бежит и стучит, он стучит мячом, он ведет его, он стучит им снова, он делает это очень быстро. Слушай, если ему нравится, присоединяйся. Он стучит им, он стучит им снова, он снова это делает. Как бы сказал наш легендарный комментатор Василий Дмитриевич. Это база. А на этом все, с вами был Денис Барденов, All About NBA и рекламный щит. Смотрите баскетбол, не смотрите рекламу. Ну все, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok